Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. По всему городу, включая отдаленные районы, в Самаре продолжаются сезонные работы научной дорожной сети. Диагностический блок, лаборатория и 70 коек для лечения пациентов с коронавирусом. На территории больницы Середавина продолжается строительство модульного корпуса для ковидных больных. Живые портреты в Самаре готовятся ко дню работника ЖКХ и рассказывают о профессионалах своего дела. Больше предложений ниже цены. Эксперты зафиксировали падение спроса на арендное жилье. Диалог на равных в столице региона прошла встреча студентов с чемпионом высшей лиги КВН. Сезонная уборка Самары идет полным ходом. Городские службы вывозят снег, очищают тротуары и дороги. Только сегодня в уборке территорий задействованы 288 единиц техники и свыше 3000 дворников. Как обстоит ситуация в Куйбышевском районе, расскажет Ольга Хомракулова. Весеннее межсезонье – самое время наводить чистоту. В Самаре полным ходом идут работы на улично-дорожной сети. Улица Нефтяников, что в Куйбышевском районе Самары, в прошлом дорожно-строительном сезоне обновилась по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проезжую часть привели в порядок большими картами. От Пугачевского тракта до дома 12А по улице Стадионной. Только с этой локации за зиму городские службы благоустройства вывезли 304 тонны снега. Помимо этого, сейчас ведется активная работа по открытию дождеприемных колодцев для обеспечения отведения талых вод с проезжей части. Всего до 15 апреля запланировано к открытию 3650 решеток. По состоянию на сегодняшний день открыто порядка 11%. Также ведутся работы по вращению снежных масс в газоне, что ведет к более активному таянию снега. Ну, мы работаем, конечно, на совесть. Ну, и частенько мы здесь бываем, потому что надо. Здесь самые проходимые места. Но оценка, конечно, лед. Везде кругом и гололед. Поэтому сначала все сыпем бионурным, а потом за следом все убираем. Потому что асфальт-тротуар новая, дорога новая, поэтому добим потихонечку. Мы до асфальта не достаем, но мы чувствуем. Уборщики также помогают наводить порядок на пешеходных переходах. На стыке проезжей части и пешеходного перехода убирают песок, мусор, прошлогоднюю листву с газонов. Всего же за минувшие сутки в уборке городских территорий задействовали 522 единицы техники и более 3000 рабочих, включая дворников. Коммунальщики зарасходовали 60 тонн реагентов и отправили на полигоны свыше 7600 тонн снега. Как только проезжая часть и тротуары освободятся от снега и наледи, настанет время комиссионного гарантийного осмотра дорог. При выявлении дефектов информацию передадут подрядчикам, которые устранят все недочеты за свой счет. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. Живые портреты. В Самаре готовятся ко дню работника жилищно-коммунального хозяйства. В преддверии профессионального праздника наши корреспонденты пообщались с выдающимися специалистами, которые много лет служат Самаре и обеспечивают бесперебойную работу городской инфраструктуры. Слово Михаилу Ермоленко. В руках телефон с включенной камерой. В кармане записная книжка. Каждый рабочий день Ирины Заводской начинается с обхода своего участка. Он включает в себя весь Октябрьский район, часть Ленинского, Железнодорожного, Промышленного и Советского районов. Женщина работает электромонтером по надзору за линиями электропередач. От результатов ее осмотра и фиксации зависит работоспособность освещения в районах города. Мои обязанности входят в надзор за трассами кабельных линий. То есть мы смотрим, какие есть нарушения на наших сетях. Например, если разбит фонарь, там нужно покрасить, например, саму опору. Все эти нарушения заносятся в журнал. Потом эти нарушения исправляются нашими монтерами. Работа несложная, признается Ирина, но ответственная и подвижная. Некоторые трудности возникают летом. Жаркая пора – не только время проверок и обходов, но и начало строительного сезона. Летом у нас много таких работ по строительству. То есть летом напряжение работы, я бы сказала, даже. Потому что мы еще занимаемся строительством. Много строим новых сетей. Приходится выезжать, измерять, рисуются схемы. То есть летом напряжение, я бы сказала, работы. В зимнее время года тоже много нюансов. Без традиционной праздничной иллюминации не будет новогодней атмосферы. Поэтому, как и где наряжать дорожные столбы, куда лучше повесить ту или иную гирлянду и красивый плафон, приходится продумывать заранее. Мы должны все выполнить в срок, так сказать, в кратчайшие сроки. То есть, например, к праздникам подготовиться. Ну или устранить какие-то нарушения. И все это должно быть в кратчайшие сроки сделано. Чтобы у нас красивый был город. За заслуги перед городом, честную и ответственную службу. В преддверии профессионального праздника Дня работника ЖКХ, Ирину представили к награде главы города. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 223 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 52 887. Такие данные в среду 17 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Всего с начала пандемии из больниц выписали 49 347 пациентов. Тем временем в 63 регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Прививки делают и в отдаленных уголках Самарской области. По обращению жителей, в поселке Прибрежный для штатной работы открыли новый прививочный пункт. Слово мэрии Елчан. В поселке Прибрежный, чтобы повысить доступность вакцинации, открылся свой прививочный кабинет. Раньше жителям приходилось ездить на прививку в управленческий. Открыть новый пункт поручил губернатор Дмитрий Азаров. Теперь вакцинацию проводят на базе дневного стационара Самарской городской больницы номер 7. Изначально находился, конечно, на управленческий, но рад тому, что сейчас у нас в поселке начали вакцинировать. Стабилизации такой нету, поэтому, думаю, лучше перестраховаться. Тем более занимаемся спортом, все-таки в общественных местах находимся. Как организован процесс вакцинации в отдаленном поселке проверила депутат Самарской губернской думы Марина Седухина. Прививочные кабинеты оснащены всем необходимым для осмотра пациентов. Созданы все условия для медработников. Процесс вакцинации на сегодняшний день является одним из главных для медиков. Потому что мы прекрасно понимаем, как остановить пандемию. Это только привить более 60% населения нашего региона, как в целом и в других субъектах Российской Федерации. В Самарской области работает более 144 пунктов вакцинации. Два из них мобильные. Вскоре будет закуплено еще 19. Всего в регионе уже привиты более 144 тысяч жителей. Из них свыше 84 тысяч получили оба компонента вакцины. Процедура вакцинации занимает где-то у одного человека где-то в районе 10 минут. Но если этот человек имеет хронические заболевания, это займет чуть дольше. Потому что он чуть дольше будет на приеме врача. Потому что врач обязательно должен расспросить, посмотреть, убедиться в том, что человек здоров. Потому что мы все время говорим о том, что вакцинироваться нужно в здоровом состоянии. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Записаться на прививку можно дистанционно по телефону горячей линии 122 и на портале госуслуг. Даже при отсутствии электронного расписания можно оставить заявку в листе ожидания. Мэри Елчан, События. Диагностический блок, лаборатория и 70 коек для лечения пациентов с коронавирусом. На территории больницы Середавина продолжается строительство модульного корпуса для ковидных больных. На месте возведения нового здания побывала и наша съемочная группа. Непрерывный трудовой процесс и высокая скорость постройки. Такой должна быть работа в период пандемии новой коронавирусной инфекции, уверены медики. Возведение модульного комплекса началось в декабре 2020 года. В настоящее время завершается сборка корпуса здания. Такие быстрые темпы постройки возможны благодаря применению легких стальных конструкций. Сюда они поступают в заводы в виде готовых панелей. Немаловажную роль играет и сам принцип распределения работ для строительного корпуса. На данный момент мы завершаем панельную сборку универсальных металлоконструкций. Параллельно с этим мы запустили выполнение внутренних работ, все облицовочные. Это необходимо для того, чтобы сократить время монтажа. Главной задачей в работе нового корпуса станет освобождение профильных отделений больниц от пациентов с подозрением на COVID-19. На площади свыше 2700 квадратных метров будет размещено все необходимое для оказания помощи таким больным. Здесь также они будут получать лечение, определяется COVID-статус. Приемный покой достаточно большой. Здесь будет установлен компьютерный томограф, УЗИ, ЭКГ, лаборатория. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на май этого года. На территории Самарской области ведется строительство еще двух подобных модульных корпусов. Они возводятся в Тольятти. Ольга Павлова, Ирина Балясникова, Василий Колодашов. События. В Самаре начал работу общественный штаб наблюдения за выборами, которые пройдут в сентябре этого года. В состав штаба вошли 15 человек, в том числе и генеральный директор нашего телеканала Елена Кольцун. Председателем штаба избрана президент областной нотариальной палаты Галина Николаева. Общественники будут координировать обучение наблюдателей. Для предстоящих выборов необходимо подготовить более 7 тысяч независимых специалистов. С ними будут работать в течение трех месяцев, чтобы обеспечить процесс избрания честным, прозрачным и легитимным. Также организуют мобильные группы. Они будут оперативно реагировать на обращение жителей в дни выборов и выезжать на участки. Кроме того, общественники планируют встречи с активными избирателями, чтобы рассказать о новшествах законодательства и особенностях предстоящей избирательной кампании. Весь конгломерат общественного контроля окажет свое положительное влияние на умы избирателей, чтобы не поддаваться провокациям, фейковым вбросам и осуществить беспристрастно, свободно свое право выбора. Члены штаба будут использовать опыт общественного наблюдения на выборах. С 2010 года на базе региональной общественной палаты работает комитет за честные выборы, в состав которого входят ведущие юристы в сфере избирательного права. Независимым наблюдателем на выборах может стать любой гражданин России, обладающий активным избирательным правом, но не работающий в органах власти. Подробную информацию можно получить по телефону, указанному на экране. Экономисты предрекают сложный период для российской валюты. Он продлится с начала мая до середины июня. К колебанию курса рубля могут привести соглашения ОПЕК о восстановлении темпов добычи нефти, окончания холодного периода, а значит падение спроса на топливо и вероятная третья волна пандемии коронавируса. Об этом и других темах в рубрике «Новости экономики». Предпосылок для повторения ситуации 2018 года на топливном рынке в 2021 году нет. Об этом заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин. По его словам, учитывая более быстрые темпы восстановления спроса на нефть и нефтепродукты в России, продолжает расти объем нефти, направляемый для переработки и дальнейшей реализации на внутреннем рынке. Топливные компании увеличивают запасы товарного бензина, полностью удовлетворяя потребностям внутреннего рынка. Минэнерго России продолжает мониторинг ситуации на нефтяном, газовом и топливном рынках, эффективно реагируя на все вызовы и следуя за изменением спроса. Период с начала мая до середины июня может стать исключительно сложным для российской валюты. Так считают экономисты. Существуют позитивные для рубля факторы, например, рост цен на нефть, но есть и негативные. Это в частности соглашение ОПЕК о восстановлении темпов добычи нефти, окончании холодного периода и падении спроса на топливо, вероятно, третья волна пандемии коронавируса и увеличение инфляционных тенденций в России. Кроме того, против рубля может сыграть вал неплатежей со стороны малого бизнеса. Надавить на рубль может и скепсис экспертов по поводу строительной отрасли. Рост цен на первичном рынке недвижимости может уничтожить эффект от государственных программ поддержки ипотеки. Компании, которые используют российское программное обеспечение и оборудование, в будущем могут получить право на вычет по налогу на прибыль. Сейчас в правительстве обсуждают новый пакет мер поддержки отечественной IT-отрасли. Детали применения будут дорабатываться, в том числе в части принятия соответствующих нормативных актов на уровне субъектов Российской Федерации. Это налоговая льгота, которая стимулирует не только государственные организации и компании, но и частный сектор к покупке отечественного оборудования и ПО. Стимулирование через развитие рынка намного более эффективно, чем прямые государственные субсидии, уверены авторы инициативы. Ранее стало известно, что Минцифры планируют обязать иностранные компании платить налоги за работу с российскими блогерами. Таким образом, в ведомстве хотят получить дополнительные источники доходов от IT-индустрии, которые смогут компенсировать расходы на снижение социальных взносов для российской IT-отрасли. Курс доллара на 18 марта – 73 рубля 10 копеек. Евро – 86 рублей 96 копеек. Нефть марки Brent – 68 долларов 73 цента за баррель. Больше предложений ниже цены. Эксперты фиксируют падение спроса на арендное жилье в Самаре. Больше всего в областной столице подешевели двухкомнатные квартиры. С чем это связано, выяснила Ольга Хомракулова. Самара оказалась в топе городов-миллионников России по падению спроса на арендное жилье. Подтверждают это сразу два маркера – возросшее количество предложений и не спадающая цена аренды. Так, по данным Всероссийского аналитического агентства, больше всего в Самаре подешевели двухкомнатные квартиры с усредненных 19 400 рублей до 18 100. Однако тенденция не коснулась так называемых «однушек». Здесь колебания цены происходят в пределах 100 рублей в течение всего года. Так, в марте 2020 года снять однокомнатную квартиру в областной столице можно было за 14 100 рублей. В феврале этого года цена упала до 13 900. К марту ценник практически вернулся к показателям прошлого года и составил усредненные 14 000 рублей. На рынке присутствует достаточно большое количество предложений строящегося и недавно построенного жилья в сегменте эконом и ультраэконом. Это первейший конкурент арендного рынка. Первое, что бросается в глаза сейчас на начало 2021 года – это большое количество предложений. Большое для Самары. Больше, чем это было, допустим, на начало 2020 года. Неоднозначную кривую цены и спроса показывает и рынок коммерческой аренды. По производственным помещениям падение рынка на 10%, по торговым помещениям рост на 10% и по помещениям свободного назначения на 20%. Если мы будем рассматривать стоимость аренды одного квадратного метра, то торговые площади – это порядка 270 рублей, коммерческие помещения – это в среднем мы берем, где-то 717 рублей и помещения свободного назначения – 560. При этом о полном обвале рынка аренды в Самаре речь не идет. В случае с жилой недвижимостью ситуация прогнозируемая у стаканится к сентябрю, уточняют эксперты, с новым витком студенческого заезда. Коммерческая же недвижимость ждет стабилизации и ПИД-обстановки. Ольга Хомракулова, Максим Гусев. События. А теперь коротко о других темах дня. В ближайшие дни на улице Самары вернется электробус. Как сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении, его должны отремонтировать специалисты из Беларуси. Напомним, белорусский электробус привезли в Самару в феврале 2020 года и запустили по маршруту губернский рынок «Южный город». Вместимый с современной моделью электротранспорта 80 человек. Электробус может набирать максимальную скорость в 60 км в час. Запас хода на одной зарядке не менее 20 км. При этом перезарядить батареи можно будет за короткое время. В течение 5-7 минут. Для удобства маломобильных граждан электробус оснастили специальными техническими устройствами. Механической аппарелью для инвалидов-колясочников, системой наклона кузова и местом для инвалидной коляски. В регионе отремонтируют 11 км трассы, по которой пройдет транзитный путь из Самары в Безинчук. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. В этом году в нормативное состояние приведут автомобильную дорогу межмуниципального значения «Самара-Волгоград-Звезда». Проектом предусмотрено восстановление дорожного полотна, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, установка барьерного ограждения и нанесение разметки. После ремонтных работ ширина проезжей части двухполосной дороги составит 6 метров. Правительство России утвердило стратегию развития библиотечного дела до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Среди основных направлений стратегии – модернизация библиотечной системы, научное и методическое обеспечение, а также внедрение цифровых технологий. Библиотечные фонды планируют пополнять не только печатными изданиями, но и электронными книгами и документами. Более того, в перспективе создания цифровых платформ для совместной работы библиотека и объединения библиотечных, архивных и музейных информационных ресурсов в единое цифровое пространство. Для этого библиотеки оснастят новейшими программными комплексами и обеспечат доступом к качественному интернету, уточнили в Кабмине. Диалог на равных чемпионов Высшей Лиги КВН прошел со студентами Педагогического университета. Известный в Самаре режиссер-постановщик Роман Беленков рассказал, как уже во время учебы в ВУЗе можно стать успешным и сделать карьеру. Встречи проходят в рамках нацпроекта «Социальная активность» и собирают десятки творческих коллективов региона. Подробности в сюжете нашего корреспондента. На встрече со студентами известный самарский режиссер-постановщик Роман Беленков рассказывает, как приехал из деревни в мегаполис, чтобы стать спортсменом. Но жизнь сложилась иначе. Молодой человек стал КВНщиком и ни разу об этом не пожалел. Все решает случай, говорит Роман. В одном из ВУЗов ему предложили возглавить творческий коллектив. Чуть позже, после участия в многочисленных стендапах и стемах, Рома попал в Высшую Лигу КВН. Мне почему-то казалось, что мне надо идти работать со студентами. Я отработал пять лет со студентами, занимаясь с ними творчеством разными направлениями, делая студвесны и другие концерты. На выбор будущей профессии повлияло и знакомство с руководителем Самарской Лиги КВН Сергеем Ларионовым, рассказывает Роман. Теперь он сам учит студентов, а зам творческой профессии. Среди них студентка физико-математического факультета Валерия Портнова. Не исключено, что техническую специальность девушка поменяет на творческую. Мне еще учиться два с половиной года. У меня только экватор был. Моя творческая деятельность также развивается. Я танцую. И куда я там перед два с половиной года пойду, неизвестно. Заглядывать не буду. Федеральный проект «Диалог на равных» реализуется в Самарской области три года. За это время со студентами встречались люди разных профессий – от актеров до бизнесменов. В среднем в месяц мы проводим две-три встречи. За этот год мы проведем не менее 24 встречи. И постараемся охватить большую часть студентов высших учебных учреждений. Чтобы встречи студентов с известными самарцами были интереснее, организаторы форумов проводят соцопросы. Они помогают определить нужных спикеров и понять, какие темы будут пользоваться спросом. После чего приглашают звезд к диалогу на равных. Работа по данному проекту продлится до 2022 года. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. В Самару возвращается студенческая весна. 15-й юбилейный фестиваль «Веснушка» для студентов среднепрофессиональных учебных заведений стартовал в Самарском государственном экономическом университете. Любителей ярких творческих номеров ждет более 100 выступлений студентов-музыкантов, танцоров и театралов из 30 СУЗов Самары области. На открытии фестиваля побывал и наш корреспондент Михаил Ермоленко. Начало веснушки Алина Плукчи и ее творческая команда ждали с нетерпением. Для молодых людей студвесна не просто творческий конкурс, скорее возможность отстоять честь родного университета. В команде у Алины около 100 человек. В программе, которую подготовили ребята, музыкальные, театральные, танцевальные номера и номера в оригинальном жанре. В этом году на фестиваль съехались учащиеся более 30 среднеспециальных учебных заведений города и региона. Студенты приготовили свыше 130 номеров. Их распределят на несколько конкурсных дней. Оценивать студенческую самодеятельность будут 20 судей. Профессиональные певцы и хореографы, режиссеры и актеры театра. Традиционно было так, что в студенческой весне студенты СУЗов участия не принимали. И начиная, дай бог памяти, с 2005 года был учрежден фестиваль «Веснушка» как раз для среднеспециальных учебных заведений. И в этом году, надо сказать, что он уже юбилейный, 15-й, если не считать прошлый год пандемии, который исключили из этого фестиваля. По результатам конкурсных дней будут отобраны лучшие номера. Их представят на гала-концерте, который включен в программу «Самарской студенческой весны». Для участников это хорошая возможность попасть не только на областной этап, но и на российскую студенческую весну. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Несколько футболистов крыльев советов помогут своим национальным командам на разных международных турнирах. Юные самарские дзюдоисты собрали целую россыпь наград на турнире в Пензе. А баскетболисты Самары проиграли матч Суперлиги, который никак не влиял на их турнирное положение. Подробности в рубрике «Новости спорта». Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетболисты Самары провели предпоследнюю игру регулярного чемпионата Суперлиги. Напомним, волжская команда досрочно стала чемпионом этого этапа. Гостевой матч против «Востока» 65 самарцы начали активнее. Особенно выделялись новички Макар Коновалов и Айк Нваму. К большому перерыву «Самара» вела в счете почти 10 очков. Эта разница держалась и в третьей четверти, но сахалинцы, которые продолжают борьбу за попадание в плей-офф, счет сравняли. Основное время закончилось в ничью – 75-75. А в овертайме хозяева оказались чуть удачливее и победили – 83-82. Этот успех для «Востока» 65 сохранил шансы продлить сезон. Сразу несколько игроков крыльев советов, вызванные в национальные сборные. Голкипер Иван Ломаев поможет молодежной сборной России на чемпионате Европы, групповой этап которого пройдет в Венгрии с 23 по 31 марта. Защитник Мехди Зефан присоединится к сборной Алжира, чтобы сыграть отборочные матчи Кубка Африканских наций 2022. Его национальная команда сыграет Замбии и Ботсваны. Нападающий Аббат Аймбетов получил вызов в сборную Казахстана, которой предстоят отборочные матчи Чемпионата мира 2022 против Франции и Украины. В Пензе состоялось первенство Приворского федерального округа под зюдо среди юношей и девушек до 15 лет. За два дня сборная команды Самарской области завоевала 16 наград, в том числе 3 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых. По итогам соревнований финалисты первенства получили право выступить на первенстве России в Новороссийске. На этом все. Больших побед вам. Удачи. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самарагис, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...